Спорные вопросы блокады интерлекина 17. Итак, поскольку мы сегодня с вами говорим о спондилартритах, поэтому я бы хотела расставить вопросы, что происходит, когда, кому, какой препарат, в каких случаях назначать. Как известно, спондилартрит обладает достаточно большим спектром различных клинических проявлений. Это не только боль в спине, артрит и энтезит, но это увит, псориаз и воспалительные заболевания кишечника. На сегодняшний день доказана ключевая роль интерлекина 17 в патогенезе различных спондилоартритов. В основе заболевания ведущая патология происходит в энтезитах при спондилоартритах и именно самую главную роль в этом процессе и играет интерлекин 17, поскольку именно с его помощью происходит достаточно быстрая остеопролиферация при анкелозирующем спондилоартритах. Что делает у нас препарат сикокинумаб? Естественно, он блокирует интерлекин 17, при этом воспаление, боль, потеря функции и костная пролиферация у нас купируются. Более того, первые исследования, которые были посвящены изучению этого препарата, показали, что уже через 6 недель применения уменьшается отек костного мозга. Вот вы видите, до лечения и совершенно другие картины видим через 6 недель после начала использования препарата. Более того, сейчас показано, что более чем у 80% пациентов не наблюдалось прогрессии структурных изменений как через 2 года, так и через 4. То есть накапливаются уже большие клинические данные относительно выживаемости на терапии. Достаточно быстро уходит болевой синдром предназначения препарата и, хотелось бы отметить, его достаточно хорошую эффективность в течение длительного периода наблюдения. Если рассматривать спондилоартрит вообще в целом, то посмотрите, достаточно часто у 33% развиваются увеиты и у 16% достоверное положение воспалительных заболеваний кишечника. Если сравнивать псориатический артрит, то болезнь крона и при язвенном колите, язвенный колит и болезнь крона в 2-4 раза встречаются чаще у пациентов с псориазом и псориатическим артритом. Такая же картина мы видим при анкилозирующем спондилите. И посмотрите, распространенность проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть микроскопическое воспаление у 60% наблюдается, субклиническое у 50% и достоверный диагноз болезни крона и язвенного колита у 10% случаев. Более того, сейчас происходит все больше и больше мы ищем, какие же причины лежат в возникновении той или иной патологии. Было показано, что выявления однонуклеидных полиморфизмов они ассоциировались с повышенным риском развития ВЗК и спондилоартритов. А именно вот эти полиморфизмы, они и влияют на работу нашей иммунной системы. Какова же роль интерлекина 17-го при воспалительных заболеваниях кишечника и анкилозирующем спондилоартрите? Посмотрите, при физиологическом состоянии интерлекин 23, интерлекин 17, они укрепляют эпители барьерны за счет именно синтеза противомикробных пептидов. Что происходит тогда, когда запускается этот процесс? Смотрите, идет гиперпродукция интерлекина 23-го, в то же время он продуцирует выработку интерлекина 6-го, интерлекина 1-го фактора некроза опухоли. Интерлекин 17-й в свое время очередь вызывает гиперпродукцию интерферона гамма-интерлекина 8-го и происходит такой непрерывно повторяющийся один стимулирует выработку другого, то есть бесконечный воспалительный процесс. Более того, было показано увеличенное количество интерлекина 17-го, который продуцирует большое количество клеток слизистой кишечника и характеризуется именно воспаление кишечника при болезни крона. И это было показано, чем при анкилозирующем спондилоартрите. Чем это вызвано на сегодняшний день не доказано. И более того, средний уровень сыворочного интерлекина 17-го у пациентов с болезнью крона, в отличие от анкилозирующего спондилита, не отличался такового у здоровых и не коррегировал с активностью заболевания. Вот именно над этим сейчас мы пытаемся это объяснить, но пока четких ответов на этот вопрос не показано. Более того, тогда, когда проводились исследования и назначался препарат секокинумап у пациентов с анкилозирующим спондилоартритом и имеющих воспалительные заболевания кишечника, так вот была показана его неэффективность при болезни крона. С чем это могло быть связано? Да с тем, что именно интерлекин 17-й, он играет такую протективную роль и именно генетический дефект в интерлекине 17-м ассоциируется именно с хроническим слизистокожным кандидозом и скорее всего именно это и приводит к обострению воспалительных заболеваний кишечника. Что касается вообще риска развития воспалительных заболеваний кишечника, то посмотрите, если брать в целом воспалительные заболевания кишечника и общую популяцию, то в принципе частота возникновения этой патологии в целом в общем-то одинаковая. Что касается применения этого препарата у больных с ангелозирующим спондилоартритов, то препарат не увеличивал риск развития язвенного колита и болезни крона, то есть частота возникновения она была такая же, как в общей популяции. Сейчас накоплен достаточно уже большой опыт и проведены 21 клиническое исследование, которое говорит нам о том, что при использовании этого препарата частота возникновения воспалительных заболеваний кишечника составляет 0,2 на 100 пациента лет. Если рассматривать данные уже реальной клинической практики, то было показано, что при назначении препарата сикокинумаб развитие воспалительных заболеваний кишечника на длительном периоде времени не увеличивается. В целом же препарат оказался достаточно безопасным. Вы видите, что частота нежелательных явлений была невысокой. И если обратить ваше внимание на кандидозные инфекции, то они наиболее часто возникали в первый год использования препарата. А вот что касается нейтропении, то они также возникали в первый год использования препарата. И хотела бы ваше внимание заострить на том, что при использовании этого препарата мы не можем купировать увеит. И поэтому, наверное, тогда, когда у вас есть пациенты с анкилозирующим спондилитом и у них есть в анамнезе или активный увеит в настоящее время, то лучше, наверное, использовать те препараты, которые мы достаточно хорошо знаем, которые хорошо купируют эту патологию. То есть это моноклональные антитела, в частности, препараты Далимумаб, Инфлексимаб, Цертализумаб, Пегол. И отвечая на ваш вопрос, который вы задавали, именно что нам дает условия выявления кальпротектина и как он будет влиять на ведение этих пациентов. Значит, смотрите. У нас существует ряд препаратов, которые мы можем достаточно с хорошим успехом использовать как при спондилоартрите, так и при сочетании спондилоартрита и болезни Крона и отдельно лечить болезнь Крона. У нас есть общие препараты. Это Адалимумаб, Инфлексимаб, Цертализумаб, Пегол, Устекинумаб и Сульфасалазин тогда, когда у нас есть пациент с спондилоартрит вместе с болезнью Крона. И, соответственно, весь вот этот пул, когда у нас есть спондилоартрит. То есть мы можем помимо вот этих препаратов еще использовать Итанерцепт, Галимумаб, Секакинумаб и Тофаситениб. И есть отличные препараты тогда, когда мы лечим только болезнь Крона. Это Ведолизумаб, Азотиаприн и Метатриксат, которые мы никогда не используем для лечения анкилозирующего спондилита. Это что касается сочетанной патологии болезни Крона и спондилоартрита. Такая же картина тогда, когда мы имеем пациента с анкилозирующим спондилитом и язвенным калитом. То есть есть общие препараты. Это опять же Адалимумаб, Инфлексимаб, Галимумаб, Тофаситениб и Сульфасалазин. Таким образом, в настоящее время у нас имеются новые препараты. Не только блокаторы фактора некрозоопухоли, которые ранее принимались при лечении анкилозирующего спондилита, но и сейчас с хорошим успехом используется препарат блокирующий интерлекин 17-й. Более того, этот препарат оказался достаточно эффективным, быстро проявляет свое клиническое действие, но есть настороженность тогда, когда у вас есть сочетанная патология анкилозирующего спондилита и воспалительных заболеваний кишечника. Я не говорю, что этот препарат будет вызывать именно конкретно, но его лучше не назначать тогда, когда есть активный процесс АЭС плюс воспалительные заболевания кишечника. И более того, препарат, наверное, не следует назначать у пациентов, у которых есть активный УВИД. Таким образом, в руках врача-ревматолога сейчас для лечения анкилозирующего спондилартрита появляются все новые и новые препараты, которые с успехом будут помогать нашим пациентам. Спасибо. Спасибо большое, Галина Викторовна. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы, Галина Викторовна? А этот самый, все-таки, а что нового? У нас уже немножко есть средства для лечения принципиально, так сказать, что... Принципиально новое. Почему мы будем именно назначать интерлекин-17? Потому что мы точно будем тормозить костную пролиферацию, быстрый клинический эффект, хорошая переносимость и определенный, наверное, тип, вот то, как мы выделяем сейчас группу пациентов с анкилозирующим спондилартритом, ой, господи, с ревматоидным артритом, предикторы хорошего ответа. Я думаю, в скором времени мы можем определять такие же предикторы хорошего ответа у пациентов с анкилозирующим спондилартритом. И, наверное, тогда, когда идет быстрая костная пролиферация, наверное, препаратом выбора для лечения именно вот этой категории пациентов будет как раз-таки препарат, блокирующий интерлекин-17. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Если пациент не отвечает на один ингипетер фоноальта, что же в этом случае нужно делать? Перепричаться на другой ингипетер фоноальт или перехватив? Вы знаете, в настоящее время вот таких данных, как при лечении ревматоидного артрита, вот четкая позиция в данной ситуации нет. Если мы точно знаем, что у больного с ревматоидным артритом мы назначаем, допустим, препарат, ну, тот же инфлексимаб, мы можем еще раз попробовать применить препарат Этенерцепт, потому что все-таки разные механизмы действия. Потому что Этенерцепт – это растворимый рецептор и блокирует фактор некрозоопухоли альфа и лимфотоксин, да? В этом случае еще есть какая-то возможность. Но все-таки моя точка зрения, если при ревматоидном неэффективный блокирует фактор некрозоопухоли, надо обязательно переводить на другой механизм действия. Что касается анкилозирующего спондилартрита, то мы сейчас по рекомендациям должны менять один на другой, но никто не запрещает нам, учитывая вот эту патологию, сопутствующую в данной ситуации, допустим, если есть еще и болезнь крона, да, или это самое, язвенный калит, то здесь можно, кстати, использовать еще и тофосетениб. Что касается Казентикса, но здесь, наверное, все-таки учитывать, насколько выражена костная пролиферация, потому что, собственно говоря, доказано сейчас больше всего доказательств именно для этого препарата. Спасибо большое, еще вопросы?